Недалеко от Мехико продолжаются археологические раскопки. Учёные извлекли кости уже 60 мамонтов. Останки древних животных нашли в октябре прошлого года во время строительства нового аэропорта. За месяц археологи раскапывают примерно по 10 мамонтов. Также они находят других обитателей древнего мира. «Каждая группа исследователей раскапывает разные останки. Речь идёт о животных, населявших этот регион от 10 до 25 тысяч лет назад. Это эпоха Плейстоцена. Здесь жили млекопитающие разных видов. Большинство из них – мамонты». Останки мамонтов найдены на месте высохшего мелководного озера. Учёные полагают, что тяжёлые животные увязли и не смогли выбраться. Они рассчитывают извлечь ещё больше костей. На территории Мексики и всей Северной Америки обитали мамонты Колумба, у которых не было густой длинной шерсти. Еврокомиссия представила новый план восстановления объёмом 750 миллиардов евро. Он призван поддержать экономики стран-членов, которые пострадали из-за пандемии коронавируса. Он также должен положить конец спорам по поводу того, как финансировать такое восстановление. Согласно предложению, которое по-прежнему могут заблокировать более экономные северные государства ЕС, средства возьмут в долг на едином рынке капитала, а затем две трети распределят в виде грантов. Остальное выдадут в качестве кредитов. «Сегодня Еврокомиссия представляет новый план восстановления объёмом 750 миллиардов евро под названием ЕС нового поколения. Он будет дополнением к нашему обновлённому долгосрочному бюджету объёмом 1,1 триллиона евро. Вместе получается триллион 850 миллиардов евро». Также Европарламент и Евросовет уже утвердили три пакета объёмом 540 миллиардов евро. То есть общая сумма, выделенная на восстановление, составит 2,4 триллиона евро. Все собранные средства на рынках капитала вернут в общий бюджет ЕС за 30 лет – с 2028 по 2058 годы. Для этого используют несколько налогов – на выбросы СО2, на непереработанные пластиковые изделия, а также цифровой налог. «ЕС нового поколения восстановит и отстроит заново наш единый рынок – генератор инноваций, достатка и возможностей. Все страны-члены должны инвестировать в технологии, которые будут стимулировать восстановление благодаря инновациям и экологичным индустриям». При этом против выделения безвозмездных грантов странам-членам ранее уже выступили Австрия, Нидерланды, Дания и Швеция. Ангеле Спиноса вместе с десятками других эквадорцев требуют от властей Гуайакиля найти тела, умерших от коронавируса. Он два месяца ходил по городским моргам и кладбищам в поисках скончавшейся матери. В конце марта она поступила в больницу с заболеванием дыхательных путей и через несколько часов умерла. Ангеле не выдали никаких документов, которые сообщали бы, куда отправлено тело. Мужчина надеялся найти его сегодня среди 130 трупов в контейнере для морских перевозок. «Она исчезла, и я не нашёл её даже сегодня. Прошло уже два месяца, и я не могу отыскать маму». В марте и апреле в Гуайакиле произошла масштабная вспышка COVID-19. Морги оказались переполнены. Трупы умерших дома не забирали по несколько дней. Власти решили использовать для хранения тел рефрижераторы. Одновременно возник хаос в документации. «Мой 11-летний сын с синдромом Дауна спрашивает об отце, а я не знаю, где он. Это моя боль. Муж лежит где-то, как собака. Где справедливость? Пусть они скажут мне, где тело моего мужа». Эксперты-криминалисты пока смогли установить личность только 64 умерших. Также планируется приглашать на опознание родственников. Но некоторые тела уже разлагаются, и придётся проводить анализ ДНК. «Это произошло из-за хаоса, который возник в конце марта, поскольку было много умерших в больницах и у себя дома, особенно в бедных кварталах. Эти тела отвозили в больницы, где уже тоже были трупы». Генеральная прокуратура страны начала расследование в трёх государственных больницах в Гуайакиле, чтобы выяснить, почему не ввели надлежащую документацию. Тем временем правительство Эквадора создало веб-сайт, на котором люди могут искать тела умерших родственников. В Эквадоре выявлено более 38 тысяч заражённых коронавирусом. 3275 человек скончались. Однако власти признают, что оба числа, вероятно, сильно занижены, поскольку в стране не проводят масштабного тестирования. В Индию пришла сильная жара. Столбики термометров взлетели в большинстве штатов страны, и, как ожидается, жара будет становиться интенсивнее. Так, в столице Нью-Дели зафиксировали плюс 45, а в регионе Чуру в штате Раджастхан – выше плюс 50. «Сегодня температура больше 50 градусов. Хочу поблагодарить районные власти, что они направили на улицы поливальные машины, и людям стало немного легче». В Индии май и июнь – самые жаркие месяцы в году. В это время температура часто колеблется от 42 до 47 градусов тепла. Потом муссонные дожди приносят облегчение. И хотя индийцы к жаре привыкли, настолько высокие температуры, как сейчас, всё же затрудняют повседневную жизнь во многих городах. Но люди здесь знают много способов противостояния такой погоде. «Жара началась на прошлой неделе. Люди пьют манговый сок и напиток сатту. А ещё, выходя из дома, закрывают лицо одеждой». «Хочу купить эти горшки. В них вода остаётся холодной. Последние два-три дня очень жарко, поэтому я решила купить такие горшки». Жаркая погода – далеко не единственная трудность, с которой сталкивается Индия в этом месяце. Помимо эпидемии коронавируса, страна также пострадала от циклона Амфан и нашествия саранчи. Такое под силу не каждому. Костромской парикмахер Владислав делал мужские стрижки двое суток, не отдыхая. Перекусывал буквально на ходу. За 48 часов он постриг более 90 человек. «Утро было на второй день, и я вообще не понимал, что происходит. Я просто стриг. И всё. Там руки сами делали движения, я просто смотрел». Выстоять в двухдневном марафоне помогли коллеги. «Плодиска! Плодиска!» «Постоянно ребята ходили вокруг. Как дела? С тобой всё хорошо? Ну и подбадривали как-то». Марафон транслировался в социальных сетях. Некоторые в шутку писали, что не хотели бы оказаться последним клиентом. Однако недовольных стрижками не было. «Я когда шёл, ну чуть-чуть, конечно, волновался. Думаю, так как человек не спал, ну на протяжении 48 часов может что-то произойти. Но вроде сел, всё нормально. Точно так же, когда и в обычный день к нему приходишь. Всё то же самое. Главное – общаться постоянно с ним, потому что он никак не засыпал ничего». Теперь владелец салона планирует отправить заявку в Книгу Гиннесса, чтобы зарегистрировать рекорд по самому длинному марафону по мужским стрижкам. «Плодиска! Плодиска! Плодиска! Плодиска!» Реалистичную анимацию создала южнокорейская дизайнерская компания. Запись транслируется на гигантском рекламном экране. Его размер равен площади четырёх баскетбольных площадок. «Я прочитал об этом в социальных сетях. Кажется, будто я нахожусь рядом с огромным аквариумом прямо посреди района Кан-Намгу. Выглядит очень реально, как настоящая волна. Это круто». Виртуальные волны созданы с помощью аноморфной техники. «Аноморфная техника – это оптическая иллюзия. Она максимизирует глубину и создаёт ощущение пространства. Получается такое впечатление, что внутри этого пространства бьются настоящие волны». Авторы медиапроекта уже получили много заявок из-за рубежа, в том числе от компании, которая занимается рекламой на Таймс КВР в Нью-Йорке. Узбекский гончар Марат снова проводит дни в работе. В стране ослабили карантин, и жизнь понемногу возвращается в привычное русло. Марат, как и другие узбекские мастера, ждёт возвращения туристов. Гончар делает вазы, тарелки с узорами и пейзажами и фигурки верблюдов. «Например, ручные работы где-то делаю 3-4 работы в день. И если там заготовки сделаю заранее, может быть, и боссы сделаю. Где-то 4-5 работы в день получается». Узбекское гончарное ремесло зародилось на территории Риштана в Ферганской долине. Там ещё в древние времена разработали уникальную технологию создания керамических изделий. «Пред гончарству и посуду делаю узоры. Зависит от человека, который его делает. Это от себя даётся. Если любит это делать, значит, получится хорошо. Даже если он не умеет рисовать, не умеет, только начинает, его сердце, душа делает хорошую работу». Изделия мастеров продаются в сувенирных магазинах. Сейчас покупателей мало. Продавцы тоже ждут туристов. Обычно сюда приходят ценители узбекского искусства. В колоритной росписи посуды заложен глубокий смысл. «Орнамент на этой тарелке отражает создание Вселенной. Из центра мир расцветает и разрастается. Это наши национальные узоры. Есть другой вид орнамента – в тёмных тонах. Это также ручная роспись. Особенность узора в том, что ни один не похож на другой». Первые керамические изделия риштанских мастеров, найденные археологами, относятся к восьмому веку н.э. Тогда в узорах доминировал синий цвет. С годами добавлялись новые цвета, и посуда становилась разнообразнее. Пик расцвета этого ремесла приходится на XIX век. Роботы – постановка диагноза удалённой и много технологий. Вот такой видят больничную палату будущего израильские врачи. В одной из клиник Ромат Гана тестируют умную комнату, которая в будущем, возможно, станет новой нормой. По крайней мере, в Израиле. Врачи вместе с другими специалистами и разработчиками из медицинского центра ШЕБА пока работают с манекенами или людьми, которые лишь играют роль пациентов. Однако в скором времени подобные технологии собираются внедрять во всех палатах. «Мы знаем, что внедрять новые технологии очень важно. И важно не только использовать нужную технологию, но и правильно применять её в реальной жизни. И именно этим мы и занимаемся в этой палате». Идея такой умной палаты появилась задолго до вспышки коронавируса. Однако после начала пандемии больница решила ускорить свои исследования. Особенно актуальным это стало, поскольку многие вещи можно делать удалённо. В настоящее время врачи и разработчики тестируют робота, который обеспечивает общение с врачом. Также с его помощью пациент может помогать проводить простое обследование, например, прослушивание лёгких и сердца. «Мы пытаемся предугадать, как будут предоставляться медицинские услуги через 10 лет. У нас есть много направлений и трендов. Но уже сейчас можно что-то определить. Мы не хотим быть пассивными пользователями технологий. Мы хотим стать стимулом для создания новых». Ещё одна функция, которая, возможно, поможет врачам – это дополненная реальность. С её помощью медицинский персонал учится устанавливать аппараты искусственной вентиляции лёгких и управлять ими. В свете пандемии это также стало очень актуальным навыком. Однако, как оказалось, не все медработники умеют это делать. В медицинском центре надеются, что технологии в будущем позволят предоставлять более качественные услуги пациентам. «Частная компания SpaceX из-за плохой погоды отложила запуск первого пилотируемого корабля Crew Dragon. Он должен был вылететь со стартового комплекса в космическом центре Кеннеди во Флориде. Обратный отчёт остановили за 17 минут до запуска. Этот полёт с астронавтами на борту должен был стать первым за 9 лет с американской Земли». В США в 2011 году завершилась программа «Спейс Шаттл». После этого астронавты НАСА летали на МКС на российских кораблях «Союз». «Спейсекс» по заказу НАСА построила корабль Crew Dragon. На его борту может поместиться экипаж из четырёх человек. Корабль выводится на орбиту ракетой и носителем Falcon 9. Первый полёт на нём должны совершить Даглас Хёрли и Роберт Бенкен. До старта астронавты находились на карантине в космическом центре Кеннеди. Там же они пробудут до повторного запуска. Он запланирован на 30 мая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова